всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы с вами посмотрим ваши виражи что вам необходимо будет пройти да какие повороты в вашей судьбе и я уже подготовила три колоды все как обычно позиции вы видите таймкозы есть те кто вновь прибыл на мой канал добро пожаловать благодарю вас всех за комментарии за ваши лайки и мы с вами приступаем и так позиция номер один голубенький камешек у меня в руках колода этого сумасшедшего дома кому интересно с какими колодами я работаю и так сначала я хочу посмотреть что я хочу посмотреть на ваш момент наверное здесь и сейчас буквально одной картой а потом я посмотрю то куда вы идете по своей судьбе да и возможно посмотрим в какой сфере вот для вас сейчас актуальны будут а потом мы посмотрим в виражи как промежуточные какие-то реперные точки на вашем пути как-то так наверное сделаем где вы находитесь сейчас туз кубков туз кубков знаете такое приятное состояние наполненности была хочет сказать знаете вот блаженство но здесь вот именно комфортное состояние ощущение того что даже если есть какие-то трудности меня сейчас все устраивает вот какое-то знаете такое внутреннее успокоение и наслаждение удовольствия от жизни да я никуда не спешу никуда не тороплюсь то есть меня все как будто бы устраивает сейчас это с одной стороны и с другой стороны возможно вас переполняют сейчас какие-то эмоции нет скорее все таки баланс почему потому что выпал великий аркан умеренности как подтверждение да что чувство того что я нахожусь сейчас правильном месте в правильное время все что должно случиться со мной но случится так или иначе поэтому переживать нет смысла и нет какой-то вот надобности и необходимости в аркан умеренности в этой колоде речь идет о том что человек не переливает из пустого ворожния а узнаете он совершает ровно те необходимые действия которые и надо для того чтобы чувствовать вот это вот внутреннее какое-то успокоение наслаждению не знаю мне такое ощущение что вот сейчас мне не знаю может быть период такой независимо от обстановки ситуации в мире вот люди по первой позиции ослабливают себя как-то вот абстрагирована до от всего негатива от того что происходит и я говорю о внутреннем состоянии а внутренним ощущение того что либо надежда на что-то такое знаете хорошее позитивное что все будет хорошо либо и вот это вот чувство что все в меру все в меру здесь как будто бы это касается вашей вашего какого-то эмоционального плана недавно в комментариях я вела один диалог и он как раз таки где я рассказала не помню о чем ну как завязался разговор и речь шла о том что как человек проживает свои эмоции что появилось вот это вот желание уже даже чрезмерная радость она уже стала напрягать и я вспомнила свой момент особенно когда я делаю расклады да и вот очень да и вообще когда очень много улыбаюсь я уже не говорю о том когда я смеюсь у меня начинает болеть голова очень сильно вот и у меня появилось такое внутреннее ощущение того что любые эмоции надо проживать умеренно то есть я не говорю что нужно отказаться от проживания ярких эмоций а скорее знаете как-то их проживать фоново так вот здесь вот как раз и такое ощущение что умеренность эмоционального плана она не связана с тем что я не не проживаю эти эмоции а здесь уже нету вот этих вы знаете очень ярко выраженных качель либо слезы либо чрезмерные смех и радость эмоции они как будто бы проживаются вот где-то глубоко внутри вас фоново то есть если вы радуетесь вы радуетесь но это не то что вы и сдерживаете а здесь какая-то какое-то другое качество появилось проживание эмоции она намного глубже и она намного приятнее она намного комфортнее то здесь уже нет каких-то переживаний вот я не знаю с чем это может быть связано то есть это не обязательно личная жизнь это вообще состояние ваше на сейчас да как будто бы вот вы запустили какой-то процесс что-то посеяли и он медленно-медленно разворачивается то есть знаете всему свое время зачем куда-то торопиться что-то делать все что должно произойти здесь какая-то такая философия все что должно произойти она и так произойдет поэтому я торопиться не буду вот я буду такая знаете некая пунктуальность до когда а не хочется совершать лишних телодвижений хочется делать буквально то что необходимо это вот ваше нынешнее состояние на сейчас куда вы придете вот ближайшее так скажем время до ваш пункт направления вот он как раз таки и говорит про королеву жезлов либо вы не то чтобы стремитесь здесь не процент а здесь вот именно вас судьба куда она выводит она выводит вас королева жезлов королева жезлов такая знаете очень яркая огненная личность зависимо от того мужчину или женщина очень общительная коммуникабельная акцент мы сделаем поскольку у нас вышло все-таки эмоциональный фонда состояние данный момент то куда вы идете вы идете к проявлению себя как вот очень яркому такому выражению себя то есть по первой позиции всегда проходили люди такие знаете немножечко отшельники до замкнутые в себе интроверты не то что вам не нравилось общество ну вот вам комфортно было самим собой а сейчас здесь такое ощущение что вот судьба она как будто бы вы выводит вас на то чтобы вы больше проявлялись чтобы вы больше светили чтобы вы больше общались и здесь не не только профессиональная сфера хотя все-таки акцент идет с уклоном да на проявление себя в социуме вот здесь ощущение того что вот пришло время до начать себя больше показывать начать себя о себе больше заявлять и вот королева мечей две королевы да то есть если мужчина с муж с женскими энергиями а если вы женщина то вот это вот как раз таки описание вас с одной стороны женщина которая не носит либо человек да то что мужчина тоже смотрит человек который не носит розовых очков до четко понимает что он хочет как он хочет и королеву же звонок краски говорит о яркости а сексуальности а такая знаете зажигалка но это не говорит о том что вот вы будете как-то действовать да здесь про внутреннее состояние про желание что-то рассказывать про желание делиться отдавать передавать какую-то информацию да когда мы получаем удовольствие от того что мы делаем при этом вы еще расскажу не находитесь в иллюзиях вы трезво оцениваете всю ситуацию здесь может быть измениться во первых ваш круг общения да то есть он может расшириться у вас могут появиться очень интересные личности в вашем окружении то есть люди которые будут найти и интеллектуально развитые по королеве мечей и с другой стороны знаете вот какие-то полезные связи ну иногда мы говорим о том что ну каждому человеку как минимум необходимо до в окружении иметь одного юриста вот и одного врача да потому что этот а и еще плюс ко всему бухгалтера да вот потому что все эти люди они как-то вот ну необходимы вот здесь вы действительно будете обзаводиться полезными людьми с которыми будет и интересно и здесь не будет таких людей которые пожирают вашу энергию мне ощущение энергетики такое знаете как единомышленников то есть потому что здесь общая энергия по первой позиции людей достаточно эрудированных до широким как-то спектром познаний где-то в какой-то степени вы больше знаете да углубляетесь а где-то по крайней мере пусть и поверхностно да но у вас есть знание поэтому вот этот вот широкий спектр он связан с тем что вы можете разговаривать даже если вы например женщина да ну как минимум если мы говорим о спорте пускай не про футбол хотя допустим и какие-то команды вы знаете да но например там не знаю фигурное катание художественная гимнастика синхронное плавание то есть вот может можете да как говорится не упасть лицом в грязь поддержать беседу не говоря уже об искусстве что вам близко и понятно вот это то куда вы идете давайте теперь посмотрим ваши виражи да я вытащу почему-то мне идет 3 ну будем смотреть до 1 вираж с которым вы столкнете ну вот верховная жрица да с чем с чем она связана пашкубков пашкубков и верховная жрица здесь на в колоде тару сумасшедшего дома пашкубков он изображен в лице если я не ошибаюсь оскара уайта ребенка такого желающего привлечь внимание до желающего как-то в некой степени угодить другим людям да но при этом человеком очень талантливым человеком ранимым при нем человеком которого принимали два пола да и и мужчины и женщины почему я про это говорю потому что все таки у него были и отношения с мужчинами то есть ну здесь однополые отношения у него тоже такие присутствовали так вот первый вираж которым возможно вы столкнетесь он будет касаться непосредственно вашего внутреннего состояния вашего восприятия как-то не мира но вот здесь то ли вы углубитесь в познание себя что-то будете внутри себя прорабатывать и это будет связано не столько с травмами сколько здесь есть какой-то вот такой сценарий получение оценки поэтому первый вираж который вам нужно будет пройти первый поворот на пути к того чтобы стать вот такой яркой личностью до королеве жезлов и по королеве мечей он будет как раз таки связан с тем что вам нужно будет понять тот факт что вы не нуждаетесь в оценке других людей что вам не нужно будет для того чтобы эти яркой личностью вам не нужно сравнивать себя с кем-то независимо от того в какой сфере это будет дали вообще по жизни потому что вот этот вот пашкубков он нам говорит о желании человека как-то знаете заметьте меня человек который познает мир через любовь у вас выпал первые аркантус кубков да то есть вы умеете любить у вас есть эта глубина но вот паш это все-таки начальная такая энергия до ранимость вы вроде можете исцелять других людей с помощью своей энергии с помощью своей вот этого обволакивающей ауры и любовью но первое что вам нужно будет проработать это вот этот вот сценарий потому что верховные жрицы она у нас тоже про это говорит как психологический аспект сравнивания себя то есть я желаю причем оба аркана говорят о том что я вам нужно проработать момент того что для того чтобы стать ярким человеком умным эрудированным вам первое нужно понять что нет надобности нравится другим людям до что у вас есть право оставаться собой быть таким каким вы есть и здесь вопрос именно принятие вас то здесь первое вы будете работать именно с этими вопросами желанием угождать не принятием себя таким какой я есть и вот постоянное бесконечное сравнивание до желание получить оценку это вот детский момент знаете как когда я не знаю девочки например одевает платьишко да и смотрится на себя зеркало у меня красивая да я хорошие вот этого желания получить одобрение это вот первый поворот с которым вы столкнетесь и вам его нужно будет проработать если мы хотим прийти королеве жезлов королеве мечей второй поворот с которым вы столкнетесь именно в становлении себя и принятие своей уникальности артан повешенный здесь смотрите с одной стороны мне показывают вашу личность как таковую а с другой стороны это скорее всего будет связано социум то есть если мы рассматриваем сферу то здесь сфера либо профессиональной либо вообще в проявление вас в социуме ваша яркость до яркость жизни проявления себя в социуме пятерка жезлов карта конкуренции и повешенный да то есть второй момент как будто бы вот как психологический аспект какие-то мне показывать здесь что вам нужно будет проработать это когда вы начинаете себя сравнивать с кем-то да вы входите ну вводите себя в состоянии некой такой конкуренции и в этой конкуренции всегда есть побежденные и всегда есть победители и если вы стану понимаете здесь вам ни то ни другое не подходит это будет водить вас в состояние такого знаете некого тупика когда я головой упираюсь вот в стенку и не вижу никакого выхода то есть куда идти и что делать почему потому что ваша натура сама по себе она знаете как человека первопроходца до который сам идет даже не первопроходится у вас какой-то свой конкретный определенный путь и вам не то что нету равных а нету равноценных равнозначных таких людей в вашем окружении с которым вы могли бы себя сравнить да то есть ну кто бы вам был ровня и это не похвала и не проявление эгоизма а это дело в том что вот у вас какая-то своя задача по жизни знаете ну как можно сравнить например одного отшельника с другим дал каждый какой сказать да каждый отшельник свой сам по себе да хорош вот вот здесь вот второе это когда вы начинаете сравнивать да здесь мне показывают то есть первое это получение оценки то есть повышаете самоутверждаете за счет похвалы какой-то да то 2 здесь как разки показывают тот момент когда вы разочаровываетесь и у вас опускаются руки тогда когда вы сами себя водите вот в эту какую-то внутреннюю борьбу некого некой конкуренции когда вы сражаетесь здесь утащение того что я с кем-то должен сражаться для того чтобы например получить какое-то место здесь вам говорят вам не надо сражаться вам просто надо быть собой да потому что знаете вот если бы мы взяли там не знаю три желтых кругляшка абсолютно одинакового размера одинакового цвета и начали бы между собой сравнивать то можно было бы наверное я не знаю как-то сказать что вот этот лучше или вот этот хуже а здесь получается так что у нас значит три желтых рубляшка и один черный параллелепипед ну а как можно это сравнить пока по каким критериям цвет они да и не одинаковые форма тоже не одинаково близко не одинаково поэтому ну как говорится ни к силу ни городу вот здесь вот а вы как-то вот этот вот черный параллелепипед старайтесь сравнить с остальными желтыми кругляшками и вот это вот ваша белая ворона ясное дело что она никуда не вписывается потому что вам надо сравнивать белую ворону с другими белыми воронами а вы сравниваете белую ворону с по сравнению с черными и конечно же здесь ну неравное вот это вот сравнение и она будет занижать вашу самооценку и у вас будет опускаться руки а вам этого делать нельзя потому что вам надо стать королевы же она стать ярким человеком то есть первое вам не нужно себя вообще ни с кем сравнивать второй момент ну поднимать свою самооценку второе вам нужно понимать что вам не нужно и ни с кем конкурировать и соревноваться потому что у вас абсолютно свой опыт как только вы начинаете впускать в себя вот это вот внутреннюю борьбу даже сами собой когда сравниваете вы все равно где-то сами себя не оцениваете ну как хочется сказать ну верно правильно любое сравнение она вызывает у вас некое такое разочарование у вас опускаются руки вы потом не хотите ничего делать а на пути туда куда вы идете это вам не нужно и последний вираж на этом пути вот смотрите последний вираж как будто бы некая такая проверка нас выпадает значит королева бедакли и отшельника которым я говорил вот последний вираж он будет связан как раз таки с тем что а что я хочу выбрать на пути становления себя то есть я выбираю деньги то есть я выбираю проявление себя и расширение себя физическом плане физическом мире либо я закрываюсь и вхожу опять-таки в позицию аскезы и мне вообще ничего не нужно с одной стороны я понимаю что позиция аскезы мне я отказываюсь и от как материального мира да я и выбираю духовный и отказываюсь от материального мира и как следствие отказываюсь и от финансов а у вас выпадает королева жезлов которая напрямую говорит о том что но она противоположна краски отшельнику она говорит о том что себе надо заявлять о себе надо говорить надо посещать мероприятие надо как-то вот показывать себя это огонь огонь и свет он никак не спрячешь до его нигде никак не спрячешь и поэтому последний вираж на ну из тех трех которые я выбрал он будет связан с тем что а что вы хотите хотите вы ну то есть если вы примете для себя решение что я душа и я живу в материальном мире и мне комфортнее быть отшельником ни с кем не общаться не коммуницировать ну потому что у меня такая природа я это принимаю то окей тогда вам нужно будет отказаться от той цели то есть судьбы да куда судьба вас выводит вот если вы выбираете королеву пентакли то безусловно вы выбираете королева пентакли у нас тоже идет про расширение то вы выбираете материальный какой-то план до приумножения то есть совершение каких-то действий и приумножение как финансового финансовой стороны до вопроса ясно дело если вы будете проявляться в социуме и мы имеем ввиду профессиональную сферу да то это приведет конечно же каким-то определенным результатом у вас будет финансы то последний вот этот вот ваш вираж он будет связан с тем что вам нужно будет определиться что вы хотите да по какому пути вы пойдете с одной стороны здесь путь говорит о том что если вы выбираете финансовый он как раз таки говорит о том что мне очень хотелось бы до чтобы я вообще об этом не думала просто наслаждался либо наслаждалась деньгами и телом и все что связано с материальным планом а с другой стороны как бы даже если бы вы выбрали отшельника да так или иначе здесь у нас присутствует рыцарь жезлов муж фриды колон который являлся таким хоть он и рыцарь жезлов да здесь как проявление такой яркой сексуальной энергии он являлся еще и прекрасным художником до творческой такой личностью но очень очень ярким своих проявлениях хотя эти проявления они как вспышка да вот я появился что-то сделал потом коп опять закрылся то есть даже если вы выберете своего отшельника тирана долгое время не сможете быть все равно будет вашей жизни какие-то яркие вспышки которые так или иначе будут выводить вас из вашей берлоги и здесь еще выпадает аркан солнца то есть проявление себя так или иначе да она будет присутствовать то есть с одной стороны здесь проявление такое более комфортное земное так как девятка кубков это вода да и королева пендакли это земля то есть вода и земля не очень плодородны а с другой стороны у нас так или иначе солнце происходит то есть вы не сможете находиться в своем отшельнике да даже если вы выберете отшельников все равно у вас будет внутренняя необходимость как-то проявиться как-то заявить о себе только это будут какие-то вот такие вспышки на на какой-то момент и потом вы снова будете закрываться то есть чтобы вы не выбрали какой бы вы путь не выбрали да вам все равно судьба вас и ваши виражи они выведут к яркости к индивидуальности коммуникации к негой такой знаете храбрости все равно в отшельнике вы долго уже не сможете быть потому что но в принципе вам уже нету этой надобности до этой необходимости находиться вот в этом состоянии уединения отдаление то есть даже если вы хотите о чем-то порассуждать и пофилософствовать вы это прекрасно можете делать и уже будучи в коммуникации с другими людьми подытожив эту позицию скажу что новые виражи вас выводят на другой уровень более светлый более яркий такой позитивный который вам будет нравиться потому что здесь присутствует еще и некие такие интриги потому что выпадает королева мечей в колоде тару сумасшедшего дома здесь изображена мата хари на известная шпионка да и такой знаете очень уверенный в себе человек так же как и фрида колок по королеве жезлов вот и у той и другой была куча знакомых приятелей да и покровителей в том числе финансовой финансовой сфере вот желаю вам удачи пожелаю вам удачи два сценария как минимум последний вираж будет связан с выбором а вот два сценария вам нужно будет проработать принципами такое ощущение что вы уже стали над этим начали работать но вот надо видимо завершить до как-то поставить точку на на том что вы делали так мы с вами переходим к позиции номер два красненькому камешку двойки смотрим вас где вы находитесь сейчас рыцарь кубков и девятка семерка кубков где вы находитесь сейчас здесь ощущение того что вы как будто бы продолжаете мечтать с одной стороны находитесь в состоянии некого такого выбора до определения определение вашего дальнейшего пути но это не то что вот сейчас появилось это уже было то есть вы уже как будто бы в прошлом начали задумываться до над своим выбором куда вам идти дальше и сейчас продолжаете то есть окончательно выбора нету туз кубков выпал да то есть три три кубковые карты карты эмоции карты карт состояний до чувств чувственного какого-то аспекта то есть я бы сказала так что вы находитесь сейчас в каком-то состоянии определения того что у вас будет наполнять знаете когда человек в выборе в своем делает ориентир на то что ему нравится то что его наполняет то что ему очень приятно и вот здесь ощущение того что в как у некой степени где-то вы фантазируете мечтаете об этом да а вот в каких-то моментах вы задумываете что так или иначе надо будет сделать выбор здесь вот ощущение того что что-то вам не хватает как какой-то не знаю какой-то детали какой-то фишки для того чтобы сделать окончательный выбор знаете вроде бы примеряете это как одежда до примеряете что-то одно и вам ну вроде бы хорошо но не то в другой какой-то модели вам не нравится цвет в другой вам не нравится длина то есть что-то все равно есть что вас не удовлетворяет и вот как будто вы знаете иногда бывает когда ты выбираешь как-то вот я не знаю с кем круг людей да с кем вы будете общаться либо например куда вы поедете в путешествие да вроде бы все хорошо но вот внутри нету какого-то такого отклика лау сказать что вот прям вот это вот сто процентов возможно вам и говорят да уже успокойся да то есть это тебе не нет она по тебе не так все как-то вот не то но внутри себя вы понимаете что то что вам нужно она будет то есть я вроде бы ну доволен тем что я имею но вот я как-то все равно еще открыт к чему-то то есть должен прийти еще один кубок какой-то вот восьмой кубок который поспособствует принятию окончательного решения до после чего я сделаю какой-то выбор есть какая-то составляющая что-то вам такого одного не хватает кто-то вы знает что это а кто-то может быть знаете чисто интуитивно понимаете что не знаю это может быть то ли время не пришло вот иногда мы говорим особенно когда партнера выбираем ну вроде бы хороший человек не лежит душа не то чтобы что-то не так с этим человеком а когда ты просто понимаешь что вот ну вот мое она придет вот не мое это да вот как бы хорошо она не было не мое а потом когда приходит твое вы это четко понимаете даже если она не идеально вы все равно понимаете это мое вот это вот я хочу взять вот здесь ваше состояние она сейчас примерно вот такое куда куда вы идете к чему вы скорее всего должны будете прийти на вашем пути до куда вы должны будете прийти вы должны знаете прийти к завершению завершению какого-то вашего опыта прежде чем пойдете куда-то дальше и вот это вот завершение она будет тогда как раз таки когда появится какой-то шанс какая-то возможность вот этот вот туз куб туз кубков о котором я говорил до 8 вот этот кубок в данном случае чтобы способствует именно знаете как будто бы вы зажгетесь да что-то здесь такое произойдет как импульс и вы захотите поставить точку и пойти как-то дальше куда-то дальше то здесь может быть даже вот вы сидите выбираете перебираете эта ситуация другая не подходит вот это не подходит вот это не подходит а потом вдруг что-то такое происходит в жизни да как-то неожиданное и вот как будто бы все встает на свои места и вы спокойно можете поставить точку на своем прошлом и пойти дальше здесь вот ощущение не то чтобы вы ожидаете этот кубок но вот этот шанс но он будет он будет он будет и он будет как раз и вот последний такой каплей которая все разрешит всю ситуацию эти как последний пазл я хочу спросить что это семерка мечей хитрость обман по поводу вот здесь какая-то хитрость по поводу вашей гармонии да по поводу двойки кубков либо если это касается конкретной ситуации каких-то взаимоотношений здесь знаете вот ощущение того что я вроде бы не поставил как будто бы точку не поставила . есть есть что-то не то что вы ожидаете возврата нет у меня как чувство найти вот как-то терпишь 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 а потом вот до предела должен дойти до до какой-то вот точки кипения чтобы человек взорвался и это вот знаете как бы даю последний шанс даю последний шанс даю вас а потом уже и давать не хочет потом просто знаете так человек спокойно встает и уходит без конфликта без разговора потому что уже как-то вот а уже и не надо да то есть вот допустим я жду когда вернется человек да и вот я жду 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 и вот этот тот период он настолько затянулся что когда уже действительно человек приходит а мне уже и не надо то есть я понимаю что уже не надо вот этот шанс он связан как раз к вот с этой хитростью самообманом в плане того что мне как будто бы что вот нету этой гармонии вот здесь вот такое чувство знаете что внутри вас вы как будто бы не находитесь в этом состоянии гармонии и в этом есть обман как будто бы вот будет у меня вот это допустим будет у меня любимая работа либо будет у меня что-то и потом я успокоюсь и потом все заработает потом все будет хорошо и вот в этом есть какой-то самообман что и потом это не заработает либо вам у вас уже есть то что вам необходимо о чем здесь говорит двойка кубков о том что вот какая-то ситуация по повешенному да когда вам кажется что все зависло и ничего не происходит игру здесь утащение какого-то ожидания и потом в какой-то момент что все перевернется что все станет так как нужно и вот в этом есть некий обман меня такое чувство что вы это поймете тогда когда что-то вот произойдет знаете иногда мы вот мы чего-то ждем 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 а потом происходит в жизни такие вещи когда мы теряем то что считали прям вот сами само собой разумеющимся и когда мы потеряли тогда мы поняли да именно ценности не знаю работы этой ситуации человека и вот когда мы понимаем что мы действительно имели то что нам нужно было вот то что нам было необходимо и вот вот этот повешенный потом он как будто бы переворачивается вот в этом заключается ваша ваш 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 самообман но так или иначе ситуация развернется таким образом что вы поставите здесь будет завершение какой-то момент будет завершение в какой-то момент здесь будет вот это вот движение вперед ситуация будет разворачиваться и вы пойдете в новое по шестерке мечей в принципе все вот для этого и и делается то есть и виражи которые вы проходите чтобы вы пошли в новое так давайте теперь посмотрим какие повороты здесь я сделаю 2 на этом пути вот между точкой сейчас это куда вы придете я вижу два поворота первый поворот он у нас будет связан как раз это что я говорила значит выпадает королева пендакли и восьмерка кубков первый поворот будет как раз таки с вашим движением до связан то есть здесь кто-то действительно примет решение до в плане того что то что я сказала да то что имеем не цене вот здесь вот будет что-то такое да как будто бы утрата какое-то расставание причем это не обязательно пара королева пендакли это может быть как мама тетя какая-то до женщина также это может быть человек с которым у вас есть что-то общее общее хозяйство общий общий быт то есть очень близкий вам человек с которыми с которым вы разделяете материальный свой план и вот здесь будет уход знаете это может быть например как вариант я выбираю там не знаю квартиру для того чтобы переехать да и вот этот вариант не подходит и другой вариант не подходит а потом вдруг что-то неожиданно такое произошло и вы вынуждены съехать и а выбор уже как будто бы нет и вот вы снимаете первую попавшую квартиру выезжаете у нее и думаете что блин а там где я жила оказывается было хорошо зачем я думал о том чтобы как-то вот съехать то есть здесь моменты понимания умения ценить то что у вас есть сейчас уже и этот навык вам придет либо вот это вот понимание осознание она придет к вам тогда когда у меня такое чувство когда что-то будет уже утрачено но здесь не нужно будет сожалеть об этом потому что так вот как будто бы должно было бы быть потому что через этот урок с одной стороны вы как будто бы чему-то научитесь да вот что-то ценить чтобы понимать что у вас в жизни всегда в любой момент все происходит так как нужно у вас уже есть все то о чем вы мечтаете то что вы хотите но вы это не не замечаете потому что вы фокусируетесь на на чем-то другому вы не замечаете того прекрасного что уже есть у вас и вот здесь вот такое ощущение что после ухода да вот может быть у кого-то и но очень близкий человека потеряете какого-то близкого человека возможно для кого-то вот прям точно точно вот мне кажется уход уход этого человека ну ладно не важно здесь вот вы как раз таки знаете вот поймете вот ценность я не знаю цена здесь то ли какой-то ситуации то ли какого-то человека и вот когда вы поймете вот эту ценность да и будет уход вы как будто бы знаете ваша жизнь изменится не потому что вы ушли а потому что вы научитесь смотреть на жизнь по другому вы научитесь беречь то что то что имеете знаете вот какой-то вот очень болезненный здесь урок утраты но через эту утрату изменится ваша жизнь она станет другой не то что она будет хорошей либо плохое здесь не про это она станет другой но вот эту вот ситуацию мне ощущение того что она оставит вот такой знаете какой-то вот большой след отпечаток вашей жизни причем она будет негативный ну негативные в плане того что он будет болезненный но вот как будто бы знаете иногда когда я не знаю не хочется говорить о плохом но здесь вот почему то вот у меня такая энергия и узнаете она как будто бы грусти и сожаления но так и должно быть то есть вот как-то вот неизбежно знаете когда родители умирают это неизбежно да то есть мы никак не можем повлиять и даже если им там 90 лет сто лет понимая что человек уже насладился своей жизнью да то есть ну он прожил большую долгую жизнь все равно вот это вот чувство а а пусть бы он пожил еще еще знаете вот как будто бы рядышком со мной вот здесь какое-то такое ощущение вот если кому сейчас неприятно это слушать да я не говорю прогноз я вам говорю про энергия но я не знаю почему у меня вот пошло именно в таком русле первый вираж он будет связан как раз таки вот с утратой чего-то такого стабильного с утратой какой-то когда вы оставляете позади то знаете не вы заботились об этом а вот как будто бы этот человек эта ситуация здесь энергия была но вам это нужно было для того чтобы повзрослеть понимаете это как маленький ребенок да когда живет он с родителем там папа мама ним заботиться а потом он вырастает он понимает что вошел я уже вышел в зрелую такую жизнь мне надо самому о себе заботиться его тогда я понимаю как хорошо когда приходит приходишь домой готовый обеда либо как хорошо когда приходишь домой и дома все чисто убрано поглажено вот постиранное делать ничего не нужно есть тогда ты начинаешь ценить вот здесь что-то такое какое отношение это имеет к завершению а здесь как будто бы это имеет отношение знаете к времени того что вот вы как-то долго здесь чувство что вы долго ждали и как будто бы не жили вот это вот ситуация 1 вираж он будет связано с тем что не вам покажут что время идет а ты не проживаешь свою жизнь так как как нужно так как хочешь то есть вот знаете вот как будто бы сливаете свою энергию сливаете свою жизнь может быть на какие-то мечтания мы пола десятка кубков мечтание о семье да и ничего и не происходит может быть знаете здесь как будто бы вот вы заботитесь о своих взрослых родителей а ваше время проходит вы не создаете свою семью ну вот у меня здесь идет чувство вы не живете своей жизни хорошо следующий второй вираж королева кубков отшельник и аркан влюбленные здесь вот это вот краски связано с анализом ситуации до переживанием выбора здесь может быть еще такой знаете чувство скорее всего первое произойдет а потом у вас появится второй вираж когда вы почувствуете какое-то знаете одиночество и здесь вот у меня идет энергия страха вы как будто вы испугаетесь плане того что а неужели я остался один причем знаете вот чувство одиночества она может быть в окружении людей не то что вы вообще остались одним человеком на свете а даже если люди а это внутреннее какое-то такое как я не знаю какое такое ощущение пустоты знаете вот утраты то есть я и я остался один и вот что что делать но у меня здесь это чувство страха понимаете это не обязательно что это так будет но здесь вот какой-то страх хоть карты страха не вышли а энергия такая она знаете она черная такая поглощающая какая-то дыра ваша будьте внимательны не входите пожалуйста в какой-нибудь депрессию потому что либо какая-то вот грустинка у нас чувство что вот я я один я никому не нужен ту лет вот какой-то мимолетное что ли почему мне это показывают я не понимаю почему мне это показывают солнце потому что здесь вот это вот как раз таки знаете вы действительно можете впасть какую-то вот черную как это как черная дура который вас засасывает для того чтобы вы потом вот этот момент словили и не позволили себе чтобы вас это засасало чтобы вы вышли из этого солнце что вот как-то знаете какой-то этап о котором я говорила не хочу сейчас его повторять следующий этап будет он как будто бы вас засасывает в эту тьму и вот если вы сможете выбраться по солнышку да вот когда солнце встает тогда у вас будет вот как раз таки и рассвет что-то такое может быть весна а может быть ли ранее лето вот здесь как раз таки рассвет вам нужно будет в выкарабкаться вот из этой какой-то черной дыры и вот анализ ситуации то о чем я говорила да вот этот страх он как раз таки и связан смотрите я когда говорила к чему вы идете первым у меня было рыцарь жезла да это вот это вот движение это спонтанность да что я сказала будет какой-то шансом какая-то ситуация восьмая восьмой кубок да который закрутит всю ситуацию о которой я рассказывала это по рыцарю жезла в движении дальше у вас идет вот этого черная дыра до условно как я ее обозначил она связана с высшим арканом суда да у вас произойдет вот вы будете как-то падать на дно на дно это как фильмов показывает человек который потерял сознание и он упал там в море бассейн неважно вот нам показывают как он на спине так падает 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 на самое дно и вот вот это вот здесь вот про эта ситуация это как раз таки по высшему суду она дана вам для того чтобы в этот момент в этот момент падения до чтобы вы начали анализировать эту ситуацию для того чтобы переродили заново его тот момент казалось когда человек уже упал на самое дно всегда в кино нам показывают что есть какая-то рука которая его хватает и вытаскивает да то есть вот спасение вот здесь это спасение она у меня выходит в виде солнца и следующий момент шестерка мечей к чему вы должны будете прийти именно к этому перерождению к этому солнышку да то есть солнце это как разки здесь ребенок в данной колоде здесь из изображен пес собака которая есть у шута который его сопровождает вот здесь кому-то вы знаете вот ваша совесть что ли родиться знаете родитесь вы и ваша преданность самому себе и вот это поспособствует как раз таки вот эта вот рука которая сказала до вас вытаскивает ну вот этот божественная рука который вытаскивает вас наружу и спасает это будет тем триггером который послушать им триггером который поведет вас в шестерку мечей в абсолютно новое у нас выпадает башня да конечно же это будет внезапно и это разрушит у девятки жезлов ваша ваше прошлое дата чего вы закрывались то чего закрывались от этого прошлого да ну то есть вы туда не хотели смотреть а тут как будто бы придется для вашего очищения и потом появится маг и вот потом у вас как раз таки появится ваш путь того куда вы идете здесь как будто бы знаете какой-то вот мне показали процесс становления не становление вас узнать вот так закаляем как закаляла сталь да то есть показывает сначала например там лаповой какой-то завода вот это вот жидкость да и и берут начинает ее крутить согревать потом там я не знаю начинает мне как стеклянные игрушки показывают как их делают он начинает значит мастера дуть в эту трубку и появляется разного и формы елочные игрушки опять-таки почему елочные игрушки к лету да не знаю как как украшение вот что-то здесь как будто бы этот процесс показывает прежде чем это станет готовым продуктом здесь важно чтобы вы не застряли вот в этой мгле вот в этой вот в этом падение то есть знаете пока падаете анализируйте переоцениваете потому что если вы упадете на самое дно вам долго там лежать нельзя и очень важно что вы понимаете и сразу вас не вытащили то есть вы не успели как будто бы понять осознать проанализировать ситуацию в то же время чтобы там остались что будет равнозначных смерти ну то есть не будет перерождение будет какое-то зависание то здесь важно и не передержать и не додержать тоже нельзя и вот здесь этот момент как вам понять вы это внутри себя ощутите иногда бывает так что хочется знаете вот оставьте меня я хочу погрузить погрустить вот вы один день лежите в кровати второй третий потом на четвертую я себя жалею даже и так прекрасно солнышко все такое встали искупались привели себя в порядок и пошли на прогулку радоваться жизни вот здесь вот как-то так но пока вы находите вот эти вот два-три дня в кровати грустите жалеете себя это вот как будто бы нужно да вот этот момент оплакивания вы как будто бы через это оплакиваете то прошлое как то так если вы что-то поняли я очень рада за вас потому что когда я читаю карты я вообще ничего не понимаю по моему я уже вам двойки про это говорила так переходим к третьей позиции троечки смотрим вас на данный период так буду втаскивать так захотелось что у вас сейчас происходит ну и капитаклей ах неуверенность неуверенность какие-то сомнения по поводу того что очень долго все развивается что все никак не приходит какое-то развитие нет какого-то движения на карты подтверждают что нету движения нету движения десятки пендаклей то есть нету движение какой-то стабильности какому-то постоянству да может быть для кого-то это стабильно связано с семьей для кого-то это может быть связано с финансовой стороной вопроса я вот так вот смотрю знаете по энергиям неоднозначная какая-то такая энергия здесь идет секунду здесь как будто вы знаете ничего вроде бы не развивается но такое чувство что вы как будто бы смирились с этой ситуации да вы хотели бы чтобы что-то изменилось до хотели бы чтобы было движение что было какое-то развитие но этого не приходит и вы как будто бы уже смирились не то что поникли или у вас это желание как-то вот перегорело нет а я здесь как будто бы знаете нет так нет вот как то так ну не развивается значит не развивается хочу еще понять что это тут маг не получается маг и десятка кубков может быть ли действительно для кого-то важна семья а может быть для кого-то знаете состояние именно наполненности такое ощущение что долгое время нету какой-то вот ресурсности да нету долгое время нету хорошего настроения долгое время нету дня того что может вас порадовать как будто вы знаете человек уже свыкся стоя обстановкой стоя ситуации которая у него идет достаточно долгое время но как минимум месяцев 7 и вот она не развивается здесь как будто бы вы от мечты от своей не отказываетесь но и мечтать уже как будто бы перестали две десятки здесь как будто бы не приходите вот вы какой-то кульминации застряли застряли где-то на семерке а до десятки все никак не можете дать и нету вот это вот кульминации нету результата то есть вот в процессе и процесс он уже как будто бы такой знаете и бросить не бросить какие-то знаете такие сомнения а потом может быть себе говорит да ладно пускай и будет там будущее покажет либо время покажет где какая-то такая энергия это вот ваше состояние нынешние к чему вас ведет судьба к чему вас ведет судьба восьмерка мечей десятка жезлов к переживаниям к состоянию опять то есть очередной очередной этап не такое чувство что-то вы что-то здесь не проходите трудно сложно семерка так колесница а прорыв прорыв случился наконец-таки вот то здесь были мало арканы потом пошли великие арканы почему вас ведет судьба судьба вас ведет сначала каким-то переживанием волнением по поводу того что опять я упираюсь в какой-то барьер опять какая-то преграда опять невозможность действовать я устал я уже напряжён я вот какой-то грусть тяжесть это ноша почему знаете здесь ощущение того что вот вы как будто бы ваш груз он где-то на семерку не знаю почему опять не семерка идет а а вам кажется как будто бы на 14 то есть два раза больше то есть ваша ответственность она допустим на 7 единиц а по ощущениям вы кого-то вытащите груз где-то на в два раза больше здесь либо вопрос преувеличения либо знаете когда долгое время тело устает от тяжести от работы от физически каких-то нагрузок то и казалось бы знаете вот пальчиком просто на вас надавить вам будет казаться что целая тонна на вас упала здесь какое-то такое ощущение и вас ведет судьба дальше после этого к чему колесницы каркану колесницы прорыва до прорыва в чем паркану влюбленных прорыв в вашем анализе вот этой ситуации и эта ситуация по солнышку она должна переродиться даже не переродиться а родиться что-то из этой ситуации должно родиться новое здесь как будто вы знаете как некий такой портал вот и вы приближаетесь к порталу в этом год перешли его и там что-то новое не обновленное не другой уровень ничего там просто новое другое вообще другое вот к этому вас ведет что это за прорыв в чем он должен быть в семерке кубков прорыв прорыв вашем вашем каком-то выборе вот у вас есть какая-то неопределенность вы никак не можете сделать выбор не можете определиться слишком много вариантов слишком много каких-то возможностей и они все хороши но вы не можете выбрать что-то одно потому что как будто бы здесь вам вот все хорошо но что-то вас не цепляет это знаете как в гареме все наложницы хороши все прекрасны каждая по-своему но нету той которая вы знаете вот как у которой была бы та изюминка что вот зацепила бы вот ничего вас не цепляет и вот вы из этого состояния вы должны будете сделать прорыв опять-таки ярко на отшельник он тоже у нас говорит про выбор то есть я внутри себя ищу выбор каким каким путем я пойду материальным либо духовным на что я буду делать акцент аркан смерти здесь все карты говорят о каком-то переходе о каком-то переходном этапе вот в этом переходном состоянии да вы сделаете прорыв а куда вас ведет судьба во что вы должны перейти девятка мечей страхи волнения переживаний вы должны знаете как будто бы невзирая на то что вас пугает двигаться дальше и стать победителем преодолеть что вы должны преодолеть осенка беда клей что-то что связано с каким-то вашим умением мастерством о чем это королева пендакли хочется сказать что как-то вы внутри себя должны преодолеть какие-то страхи для того чтобы как-то вот себя зауважает что ли когда вы боитесь дайте глаза боятся а руки делают и вот вы как-то говорите как-то сами себя не идет диалог вы сами себя успокаиваете выговорить все получится просто продолжай делать не причем знаете как это на английской марки виски продолжай до keep going продолжаете продолжаете и вы знаете как мантру это говорите говорите вы уже сами не понимаете смысл то есть она настолько заезжена что вы уже никакой смысл не вкладываете в эти слова вы просто делаете здесь как будто бы на автомате и какой-то момент в какой-то момент это выстрелит это приведет вот королеве пендакли это даст свой результат то есть из восьмерки педакли карты мастерства вы переходите в королеву пендакли и вы перестанете как-то по семерке жезлов перестанете закрываться как-то от людей от ситуации перестанете убегать уходить бояться что-то новое вас родится у меня такое чувство знаете как показывают например в интернете да картинки мемы мемы с роботами до которые все люди знаете как робот утро просыпаются идут как роботы до тех пор пока им не дай ну не выпьет кофе потом пробуждается вы все как-то на автомате на автомате на автомате а потом вдруг угол и сработало либо какие-то ролики показывают да когда люди работают на конвейере вот одно и то же они уже как будто бы засыпает а потом вдруг что-то происходит и они гоп как-то сразу пробуждаются и такое еще бывает состояние если выводите машину на большие расстояния да вот какие-то путешествия и вот такая монотонная дорога она опасна тем что человек засыпает до тела на автомате нажимает на газ до либо на на стоп и но при этом вот как-то все происходит на автомате вдруг неожиданно например там заяц пробежит либо неожиданно надо это самое на педаль нажать чтобы машину остановить вот этот вот всплеск адреналина он как будто бы вас пробуждает вот здесь что-то такое происходит то есть вы как будто бы все делаете вас ничего не получается вам это надоело вам все тяжело это знаете все тело болит все но и уже все достала я уже и думать ни о чем не могу потому что даже и мысли меня уже надоели то есть думать о более трудностях о сложностях и я и от этого устал устала вдруг неожиданно происходит какой-то прорыв и после этого появляется солнышко вот к этому вас ведет судьба хорошо давайте мы посмотрим ваши виражи знаете как-то вот я вашу энергию настолько прочувствую что я сама уснула мне кажется я сама и разговаривать стала медленно такое тощение что вот я сама засыпаю жесть хорошо четыре виража мне показывают какие-то виражи жарко стало первый вираж связан с узом жезлов да с каким-то вот именно импульсом то есть на этом пути то где вы находите сейчас ничего не происходит потом трудности сложности потом прорыв здесь вот как будто бы три этапа да и вы приходите к солнышку на этом пути первый вираж на который вам нужно будет обратить внимание это какой-то импульс знаете здесь вам как будто бы придет то ли какое-то желание то ли какая-то идея на первый взгляд вы на нее не будете обращать внимание она как будто бы у вас появляется и так знаете мельком вы не придаете ей значения она уходит потом через какое-то время опять появляется вы ее уже как будто бы замечаете но вам кажется что это как-то вот абсурдно не может быть ну то есть ну это какая-то глупость нет и вы опять ее игнорируете а потом что происходит а потом происходит какая-то ситуация после того как вы второй раз будете игнорировать эту идею во не забудь а потом произойдет колесо фортуны произойдет какая-то ситуация неожиданная внезапная когда вы сможете соединить дважды 24 вы поймете то есть вот эта мысль о чем было как то вот какая какое-то внешнее вмешательство и судьба как будто бы закрутиться у вас то есть начнет появляться движение какое-то и вы тогда вспомните то есть как я не обращал на эту мысль на эту идею она каким-то образом связана будет с этой ситуации потому что она покажет вам как куда куда идти знаете вы как будто бы не будете знать куда идти вот куда вы идете до что вы делаете так далее придет один раз мы сами обратите вообще как-то не это самое мимо второй раз проигнорируйте то что вам кажется абсурдным это каким-то моментом а потом будет какая-то ситуация и вы вспомните про эту свою идею как-то еще знаете так улыбнетесь вам покажется это забавно потому что вы поймете что блин как же я раньше-то не додумался до этого и вот эта вот ситуация она сподвигнет вас пойти к чему-то ному то есть вас как будто бы после этого желание появится вы из своего литургического сна выйдите у вас появится желание желание пойти в новое да может быть какая-то знаете вот поездка да какое-то передвижение тоже может быть не знаю может быть это и с дорогой тоже как-то связано хорошо это первый вираж второй вираж а второй вираж у нас говорит про шута вот кстати шут это тоже продвижение тоже но только здесь как будто бы поездка она уже скорее всего на близкие такие расстояния но как вот у стоп то есть на попутке какой-то здесь тоже есть движение стали выпадать великие арканы здесь произойдет какое-то вот обнуление обнуление обновления и понимание того что я грузик как как этот просыпаетесь из литургического сна почему литургического потому что долго спали и появляется верховная жрица здесь произойдет какое-то озарение какой-то инсайт вы получите по поводу прошлого что с этим вот здесь что-то с прошлым связано с каким-то то ли решением знаете здесь может быть какая-то мысль какой-то проект в прошлом вы как будто ванёс вспомните знаете иногда так бывает особенно если люди ведут дневники либо как-то находите свои старые тетради кто-то может быть нашел свой песенник одно время в общем союзе когда мы еще были детьми до делали песенники это было забавно потому что даже магнитофонов то и не у всех было и вот я помню стихи и переписывали но текст песни как-то так сетради красиво оформляли вот такое ощущение что вот вы как будто бы в руки взяли то ли есть на дневник только какой-то вот тетрадь стали может быть школьная тетрадь и там было что-то написано и вот вы прочитали это и вам показалось на первый взгляд знаете это как-то вот умилила вас а с другой стороны это поспособствует как-то рождению здесь даже не рождение вы как будто бы подумаете о том что а почему бы не это и не сделать то есть вот а это какая-то идея и вот у вас вот вот эта ситуация она будет привязана к тому что что-то какой-то вот у вас инсайт произойдет и вы в этом увидите какой-то свой шанс какую-то удачу третий вираж третий вираж связан с тройкой кубков и дьяволом захочет сказать пойду напьюсь пойду напьюсь пойду в загул пойду пойду по полю третий вираж будет связан с тем что здесь вам нужно будет будет какой-то этап когда вам нужно будет отдыхать причем это тот ухо он будет связан с крайностями здесь какие-то крайности будут я не знаю в еде там алкоголь как-то знаете вот что-то такое и случайно сказал уйду в запой вот излишество здесь будет очень много излишеств знаете как будто будут прорвало и и но может быть у кого-то аппетит появится до элементарно какой-то вот жор причем не просто аппетит а жор и вы и вы будете не в силе не в силе как-то вот с этим совладать потому что это какой-то вот психологический аспект это не просто что у вас аппетит поел появился и вот вы как-то либо там что-то гормональное вы не можете этим управлять хотя гормональные тоже такой момент может быть связанный с лимфой либо щитовидкой да а вот здесь как будто вот вы следующий вираж вы знаете вот вседозволенности вот прям крайность вот все все я себе позволяем очень много сплю очень много для это знаете вот такая распущенной секса очень много вот она как будто бы знаете вот то что я говорю прорвало вот это какая-то подавленная энергия она грязная она должна выйти вот она как будто бы вот так у вас будет выходить после этого пройдет очищение но вот она как будто бы не хороший пример ссоре ну вот как-то вот он очень хорошо описывает эти как некий понос то есть много-много но зато какое-то вот очищение идет вот здесь что такое какой-то такой вот вираж будет и последний вираж на пути к вашему прорыву и солнышку пашкубков так здесь что если у вас есть дети это будет связано как-то с вашими детьми они будут являться каким-то знаете вот последней каплей причем у кого-то мальчика девочка здесь ну либо племянник и племянница ну то есть мальчик и девочка есть такое ощущение что то ли дети как-то заболели и вот ну не хватает денег на 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 лекарства на лечение что такое и вот это вы знаете вас настолько так как это заразит то есть настолько злость появится что блин неужели я не могу своим детям как-то вот помочь и она заставит вас как как некий такой пинок заставит вас те двигаться вперед вот для этого будет данная ситуация если здесь не про детей то ощущение того что вот этот вот бесконечный выбор пойти красивым либо кумным он меня уже настолько достал что это будет тоже как-то вот как последняя капля которая заставит вас двигаться дальше здесь урок связаны именно с балансированием двух энергии отдачи и принятия причем эти энергии они какие-то такие мелкие мелковатые на начальном этапе что если вы отдаете то отдаете мало если получаете то тоже получаете мало вот вам надо как-то сбалансировать эти энергии а будет кризис какая-то кризисная ситуация с чем она связана но как-то вот с профессиональной сферой знаете вот причем ситуация будет из прошлого то что вам когда-то разбила сердце не знает или ну вот уволились например с работы до либо как-то ушли что-то здесь связано с работой что вам причинила какую-то боль очень сильную и здесь вот это вот кризисная ситуация она будет направлена на то чтобы вы ну вот как пинок волшебный чтобы вы двинулись дальше причем знаете не просто двинулись дальше а она благодаря этой ситуации вы как будто бы научитесь находиться в правильных в правильные энергии именно братья отдавать через в коммуникации это будет связано как-то с коммуникацией и даже если допустим не профессиональная сфера но там где есть большое количество людей с которыми вы общаетесь взаимодействуете может быть кто-то с детьми работает такой вариант тоже может быть знаете много детям отдаете деньги за плату за это получаете маленькую и вот здесь как здесь будет создана какая-то кризисная ситуация которая должна привести вас к шестерке педакли знаете как будто бы она должна будет научить вас путем обесценивания как вам взаимодействовать так чтобы и себя не обесценивать и другого человека не обесценивать вы через эту ситуацию очень хорошо повзрослеете как будто бы научитесь выбирать себя эта ситуация научит вас выбирать себя правильно выбирать себя оценивать себя уважать себя ну вот такие виражи я увидела троечки у вас как это случится напишите потом не в комментариях о чем здесь здесь разные ситуации я увидела по крайней мере жду ваших комментариев на этом все благодарю вас всех всем пока пока и до новых встреч